Вера и Победа. Новую концертную программу с таким названием представил жителям столицы праздничный хор Валаамского монастыря. В концертном зале имени Чайковского, где прошло выступление коллектива, побывала и наша съемочная группа. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В составе хора лучшие профессиональные певцы Санкт-Петербурга, из музыкальных театров, академической капеллы, других известных творческих коллективов Северной столицы, заслуженные артисты России и Карелии, лауреаты международных вокальных конкурсов. В зале Чайковского праздничный монастырский хор выступал впервые. Мы пели пасхальные ромасы, греческого распева, возложения дьякона Сергия Трубачева. Мы пели прекрасные сочинения Сергея Васильевича Рахманина и его всенышные. Воскресение Христово увидевшее. Благослови души, моя Господа. Мы пели Чеснокова Павла, воскресни Божия. Торжественные праздничные песнопения. Но некоторые были такие строгие и покаянные. Когда исправится молитва моя Павла Чеснокова. В концертной программе «Вера и Победа» Алексею Жукову удалось синхронизировать две, казалось бы, совершенно не связанные друг с другом темы. Духовную музыку и песни военных лет. Программы как бы разные, но тема одна. Это победа. Это победа Христа над смертью, победа вечной жизни и победа нашего народа в войне. Тема одна. Это победа. Это победа духовная и победа нашего народа. В концертном зале Чайковского на выступлении хора присутствовал викарий Святейшего Патриарха Московского и всей Руси и наместник прославленной Валамской обители епископ Троицкий Панкратий. Я просто счастлив, что побывал в этом концерте, что услышал вот тех людей, тех песок, которых я уже много раз слышал, конечно. Но вот впервые и так такая программа замечательная «Вера и Победа». Ну, самые главные слова в христианстве, в нашей жизни. Вера и Победа. Вера и Победа. Вся. Вера и Победа. Вера и Победа. Продолжение следует...